Остановка Турфмаш в Октябрьском городке. Днем стоянка забита маршрутками. Водители-частники не торопятся. В это время пассажиров немного, возить людей себе в убыток никто не хочет. Спасает муниципальный транспорт знакомый автобус 20 маршрута. В утренний рейс выходят 9 машин к вечеру, остаются всего 4. Шансов добраться с работы домой у пассажиров вдвое меньше. Вечером сразу из центра города уехать невозможно, потому что автобусы без солярки, ломаются, делать некому, делать нечем. Целый час люди должны хоть пешком идти, вот с центра сюда идти ровно час-двадцать. Весь шквал негодования пассажиров принимают на себя кондукторы и водители автобусов. Те объясняют, корректировки в расписании не блаша, а вынужденная мера. С тех пор, как в городской автоколонне начались перебои с поставкой топлива, часть машин так и стоят в гараже. А те, что выходят в рейс, ломаются все чаще. Вот я вчера три рейса сделал, четвертый еду, воздух пропал. Пришел в гараж, подъехал, там, наконеченный, по 20 маршруту, первый микрорайон. Народ стоит, машет, а я что, без воздуха, куда я приеду? Руководство автоколонны 1310 претензий пассажиров, конечно, не слышит. Нет, не до этого. Разобраться бы с финансовыми проблемами. Предприятие почти банкрот. Накопило долгов перед поставщиками больше 40 миллионов. Счета арестовала налоговая. Как итог, уже сокращают сотрудников. По поводу сокращений могу прокомментировать это с сокращением убытков наших, сокращением расходов. Потому что жизнь не стоит на месте, время меняется. А кадровая политика предприятия оставалась на уровне Советского Союза. То есть, соответственно, каждый работник должен оправдывать свое нахождение на предприятии. Исполняющий обязанности директора автоколонны в своей должности меньше месяца. До него рассказывают сотрудники о предприятиях, кто только не руководил. Бывший военный, милиционер и даже дирижер. По-видимому, такие эксперименты с управлением и завели муниципального перевозчика в глухой финансовый тупик. Самый очевидный вопрос, почему городские власти знали о нарастающих проблемах, но поступали, мягко говоря, нелогично. Сначала до предела обострили конкуренцию с коммерческими перевозчиками, а затем отдали частникам самых преданных пассажиров, льготников. Очень щепетильный тему. Мы спасем предприятия. Первыми в городской администрации надеются спасти работников автоколонны. А это более 600 человек от задержек заработной платы. Автобусный парк обещают сохранить. Проблему с поставкой дизельного топлива решить. Правда, о какой закупочной цене идет речь, в мэрии не уточняют. Но все это временные меры. Окончательный план финансового оздоровления предприятия составит арбитражный управляющий. Перевозки автобусами большой вместимости, они в городе необходимы крайне. 900 маршруток, которые ежедневно выходят на улицы города, создают определенные проблемы нам с точки зрения транспортной ситуации в городе. Вообще это не очень целесообразно. И мы видим, что крупные города, такие как Рязань, полумиллионники или больше, они отказываются от автобусов малой вместимости. Поэтому крупное предприятие должно быть. Уверен, что мы сохраним автоколонну. Процедура финансового оздоровления, конечно, стандартная формулировка, в которой кто-то найдет повод для оптимизма, а кто-то сигнал о начале конца муниципального предприятия. В самой автоколонии, конечно, верят в лучшее, ссылаясь на то, что были времена и похуже. Но очевидно одно, без помощи и волевого решения городских властей из долговой ямы предприятию просто не выбраться. Ирина Чепельева, Сергей Громотеев и Александр Бредихин. Вести. Рязань.